приветствую вас всех на своем канале очень рада вас снова видеть желаю вам всем отличной недели сегодня мы с вами посмотрим расклад который ну на мой взгляд мне кажется я давно уже не делала да это расклад в потоке выбрала для сегодняшней работы три разных колоды тару темного света колода терра волаты и тару сумасшедшего дома позиции вы видите перед собой и камешки то есть под каждый камешек колода хотите выбирайте колоду хотите выбирайте камешки кому как удобно тайм-коды есть в описании под моим роликом также есть ссылка мои услуги да на мои услуги а мы с вами давайте сразу приступим так кому не хватило время ставите на паузу да то есть всегда есть такая возможность мы эти колоды отодвинем отсюда и приступим с вами с позиции номер один голубенького камешка нет вот здесь у нас что моя благовония так позиция номер один единички посмотрим вас на колоде тару сумасшедшего дома что нам скажет сегодня поток о чем будет идти речь так не забываем что на главной странице моего канала в разделе сообщества вышел анонс про распродажу кто еще не читал за этот пост переходите на главную страницу входите в раздел сообщества и читайте пост о распродаже приступаем здесь речь идет о любви двойка кубков речь идет о любви но и не знаю я почему взяла эту колоду она такая достаточно эмоциональная здесь скорее всего речь пойдет о тех взаимоотношениях с людьми неважно это личные любовные не столь важно суть заключается в том что где-то где-то изначально здесь мы так смотрим значит коробка наполненная водой да и все мы знаем что когда картон намокает он где-то вот размокать размокает и дырки появляются здесь идет утечка воды и вы когда люди влюблены да они не видят человека такого какой он есть на самом деле поэтому их лица закрыты тряпками они находятся в своих эмоциях в своих переживаниях волнениях а возможно их захватывает эти состояния и ощущениям это очень нравится приятно находиться в компании друг с другом но здесь речь идет не об этом здесь речь идет как раз таки об утечке что-то происходит вашей жизни на данный момент ваших отношениях когда у меня такое ощущение что вы немножко охладели охладели в плане включенности возможно в какого-то человека да то есть я не говорю здесь о том что вы прозрели ли увидели какие-то возможно недостатки другого человека которые ранее не замечали нет здесь такое ощущение что как-то то ли время утекло то ли я не знаю уже эмоции переживания какие-то стали не такими не могу сказать что это человеком стал бироза за различным но вот как-то воды ваших эмоций и переживаний успокоились да то есть здесь нет уже всех ярких эмоций и переживания которые были ранее и мы продолжаем да вот в этом формате эмоции и ванны и видим здесь шестерка мечей такое ощущение что вы как будто по избегаете до избегаете взаимоотношения с этим человеком избегаете какого-то контакта здесь не идет речь о завершении отношения а здесь речь идет о вас самих что что-то внутри вас на данный момент изменилось и вам хочется как-то не знаю уйти уйти убежать побыть собой то есть здесь нету вот этого интереса к этому человеку уже здесь нету конечного решения принятого в плане того что вот там не знаю расстаёмся либо паузы нет здесь вот какое-то желание как-то знаете быть собой но здесь и созидания нет я могу сказать что вы хотите побыть собой для того, что там, я не знаю, наполнится чем-то, да, либо подумать, поразмышлять о чем-то, нет, здесь такое ощущение, что как будто бы ставить эти взаимоотношения с этим человеком на паузу, в плане того, что пускай время решит, да, пускай время решит, что будет, как будет, я, вот как-то, знаете, вроде бы и отпустить человека не очень-то хочется, и с другой стороны и быть-то с этим человеком уже как-то ну, не камуфлет, то есть не интересно, уже не столь притягательно, а что это за человек, о котором нам здесь повествует, ну, этот человек такой победитель, да, аркан колесницы, человек достаточно такой яркий, у меня здесь ощущение того, что этот человек перестал как-то, не знаю, включаться в вас, что ли, быть заинтересованным в вас, то есть, знаете, такой человек, когда здесь ощущение того, что вы больше вкладывались во взаимоотношения с этим, ну, партнером, человеком, вот, а теперь, когда вы как будто бы перестали, то здесь ощущение того, что у человека жизнь сама по себе и так прекрасна, да, то есть у него, ему есть чем заняться, у него есть свои какие-то интересы, да, своя жизненная позиция, вот, и он вроде бы вас как будто бы не замечает, вот это вот ваше восприятие, и возникает здесь такое ощущение, что с вашей стороны, что, а зачем я буду взаимодействовать с этим человеком, когда, ну, вот, в принципе, ему как будто бы не очень хочется, вот это вот ваши какие-то на данный момент переживания и взгляды, еще раз скажу, здесь речь не только о любовной какой-то сфере, нет, здесь может быть любой человек, любой человек, человек такой, знаете, достаточно подвижный, здесь вопрос не возрасте, хотя Аркан Колесницы всегда говорит про, ну, молодую такую, скажем, душу, да, человек, который горит жизнью, хочет куда-то бежать, что-то делать, здесь движения очень много, может быть, человек, там, я не знаю, передвигается, да, на машине, либо на каком-то транспорте, может быть, у него работа такая, связанная с транспортом, а может быть, из-за его работы, да, он вынужден передвигаться, может быть, сам по себе человек, такой подвижный, мобильный, но вот, ощущение того, что здесь карты, понимаете, показывают вашу сторону, вашу позицию, нам не важен столько этот партнер, сколько вы, что когда-то вам было хорошо, а теперь вы как будто бы ощущаете, что вот что-то было упущено, то ли время было упущено, то ли, ну вот как будто бы, знаете, вы здесь и отпустить не можете, да, то есть, этот человек, он есть как будто бы в вашей жизни, где-то в вашей голове, но и с другой стороны, его как будто бы нету, и вот здесь, вот как в этой картинке, да, человек, когда наполняешь ванну, погружаешься в нее, да, и ты находишься в расслабленном состоянии, к тебе приходят мысли, ты можешь о чем-то, там, я не знаю, думать, вспоминать, и вот здесь вот как будто бы вы вспоминаете о каком-то, о каких-то прожитых моментах, да, и вот знаете, ощущение от этого расклада энергии, что как будто бы этот человек уже в прошлом, понимаете, вы о нем вспоминаете, как будто ваши взаимоотношения с ним уже завершены, но по факту они не завершены, да, то есть здесь я не могу сказать, что здесь либо пауза, либо там, я не знаю, многоточие, либо точка, здесь не про это, а здесь про ваше восприятие, почему для вас, нам вот поток показывает, почему именно вот вас показывают в этом состоянии, что в этом такого важного, значимого, колесо фортуны, идут перемены, понимаете, здесь еще расскажу, не важно, что думает человек, да, то есть здесь такое ощущение, что вы как будто бы ему не даете право, там, я не знаю, как-то что-то высказать, сказать свою позицию, отстоять ее или нет, вам это неинтересно, вам важны вы в этом взаимодействии, и у вас идут перемены сейчас, возможно, где-то вы осознаете, что какой-то новый цикл, возможно, будет в вашей жизни, да, либо здесь такое ощущение, что как-то вы хотите изменить свою жизнь, да, и вот взаимоотношения с этим человеком, они как будто бы вот не вписываются в то, что вы хотели бы в идеале для себя, а с другой стороны, вы не понимаете, что вы хотите для себя, то есть каков этот идеал, здесь какое-то такое очень интересное тонкое состояние души у вас на данный момент, что его как-то сложно описать в плане того, что это и не трансформация, и в то же время это не какое-то успокоение души, нету и апатии, есть вот это вот тонкое такое состояние, когда, как Скарлетт Ухара, я подумаю об этом завтра, то есть я понимаю, что надо что-то решить, надо что-то сделать, а с другой стороны, вы сами себе говорите о том, что зачем вообще что-то решать, пускай будет так, потом появляется третья точка зрения, где вы говорите, и так меня не устраивает, и тогда мне надо подумать о том, а как бы я хотела, либо хотела, чтобы меня это устраивало, и об этом я думать не хочу, то есть здесь вот как-то, это даже не двоякость, а это вот, знаете, как поплавок на море, вот где есть небольшие волны, и он то его поднимает, то его опускает, и вот он плавает, плавает на поверхности воды, и он и не тонет, и в то же время и сказать, что вот он самостоятельно куда-то плыть нет, то есть когда волны, например, поднимаются небольшие, он как-то вот будоражит его что-то, потом когда все утихает, и вроде бы ему хорошо, здесь вот такое состояние, что я вроде бы и готов принять какое-то решение, что-то изменить, а с другой стороны, а зачем мне что-то менять, пускай будет так как есть, пускай судьба решает, нет, потом вы говорите, хочу я решить, что-то хочу изменить, что, какие здесь перемены, ну здесь действительно, тут с мечей говорит о том, что вам нужно принять какое-то решение, но вы вот именно вот своей чувствительности и ранимости, в которой вы находитесь, эмоциональности, сейчас не самое хорошее время принимать решение, потому что можете просто потом пожалеть в дальнейшем о принятом вами решении, да, то есть здесь, вы знаете, вот такое ощущение, что, ну, человек, он плачет, у него слеза на лице, да, из-за того, что он укололся, а шипы, и хочется, чтобы вот его кто-то пожалел, а с другой стороны, вот это вот ощущение, а зачем меня жалеть, да, я и сам справлюсь, здесь вот какая-то чувствительность присутствует, что с вами сейчас происходит, здесь как будто бы, знаете, вот то, что я говорю, упущенное время, да, вот здесь вот потоки воды были, упущенные возможности, упущенные шансы, семерка монет про это как раз таки говорит, что слишком много вкладывалось, здесь даже, понимаете, здесь речь идет о вашей жизни, о каких-то сожалениях, и этот человек, он является лишь отражением какой-то части того, что вы делали, то есть здесь вот такое чувство, что немножечко меланхолии присутствует, я не вижу, чтобы здесь была хандра какая-то, но меланхолия о том, что вот я надеюсь, я продолжаю надеяться на что-то лучшее, возможно, во взаимоотношениях с этим человеком, но я четко даю себе отчет, что это самообман, что не получится ничего, а с другой стороны, знаете, где-то вот теплится вот эта надежда, что а кто знает, как получится, то есть бывают такие сценарии, заворачивает судьба, что сам удивляешься, то есть как все такое произошло, и вот здесь вот понимаете, здесь такое ощущение, что а что мне делать, продолжать сеять золотые монеты в надежде, что вырастет денежное дерево, то есть продолжать вкладывать ценности, какие-то ресурсы свои, в надежде на то, что вырастет это дерево и даст мне какие-то плоды, и я буду пожинать результаты, но это утопия, потому что нету денежного дерева, вот в плане, в реальности, что вместо листьев, чтобы на дереве росли монетки, и вот это вот ощущение, то есть я продолжаю что-то делать в надежде, что когда-то это состояние дойдет до какого-то пика, и оно само собой разрешится, то есть здесь смотрите, здесь нет такого, что вы пустили все на самотек, нет, но с другой стороны, вы как будто продолжаете делать какие-то неэффективные действия в надежде на то, что да, дойдет это до пика, и потом будет какое-то разрешение, и вам уже не важно, это будет в минус, то есть это будет, я не знаю, 40 конфликтов, окончательный разрыв, либо это наоборот выйдет на другой уровень, но это будет обязательно что-то, и вот вы просто продолжаете делать и поступать так, как вы поступали, в надежде, что оно, понимаете, оно и не со 100% само разрешится, да, потому что вы все равно прикладываете какие-то усилия, совершаете какие-то действия, но и сказать, что получаете, то есть вы направлены, нацелены на какой-то конкретный результат, здесь нет, то о каком вообще вы результаты ожидаете, королева жезлов, какого результата вы ожидаете, королеву жезла, да, знаете, стать человеком, да вам вообще не столь важно, вот я говорю, здесь такое ощущение, что вам этот человек уже не столь интересен, почему, потому что вы хотите стать очень такой, знаете, яркой личностью, да, которая живет своей жизнью, да, которая делает то, что она считает лучше, и то, что она хочет, то есть здесь вы хотите стать человеком, который акцент и опору держит на себя, то есть делает какие-то движения, которые он считает, что важно, он не обращает внимания на мнение других людей, но здесь такое чувство, что человек уже вырос и хочет в конце концов разрешать себе то, что возможно ранее не разрешал, не обращает внимания на то, что когда-то ранее его цепляло и задевало, и он обращал на это внимание, Фрида Кало, которая изображена здесь, это личность с очень сильным внутренним стержнем, человек, невзирая на физические свои трудности в плане боли и болезни, да, человек, который умел, вот знаете, жить, включаться в жизнь, прям вот на все сто процентов, то есть любила с полной отдачей, да, на все сто процентов, ненавидела так же, в творчестве верила в то, чем она занималась, да, любила своего мужа, но при этом не отказывала себе в каких-то, хочется сказать, левых сторонних, да, увлечений, в том числе и однополых, то есть здесь человек, который, знаете, вот огонь в нем горит, вот вы хотите стать таким человеком, в котором горит огонь, который наслаждается этой жизнью, который независим, ни от какого партнера, да, он может разделять, здесь не то, чтобы вы выбираете какое-то уединение, да, либо одиночество, нет, вы готовы наслаждаться, но вы готовы уже наслаждаться, понимаете, как-то на равных, да, чтобы и включенность другого человека в вас была такая же, как и ваша, к чему еще вы стремитесь, к творчеству вы стремитесь, тройка жезлов говорит о бесконечном потенциале, который есть в вас, который вы хотите реализовать, здесь мы видим сумасшедшего, который рисует в любом свободном месте, в этом маленьком пространстве, помещении, в котором он находится, на стене, на полу, единственное, что только остается, окно неразрисованным, с тем смыслом, что там, где ты уже находишься, да, вот эти вот рамки, рамки, да, они уже здесь есть ограничения, в плане того, что нет уже места, да, уже все, что можно было сделать, я уже сделала, то есть здесь, возможно, если речь идет о взаимоотношениях с этим человеком, все, что можно было сделать, я уже сделаю, вам нужно выйти, да, вот окно открыто, Вам нужно выйти за пределы, где больше пространства для творения, где больше пространства для созидания, творчества, для того, чтобы проявить свою огненность. Но вы пока этого не делаете. Почему? Почему вы не выходите за пределы? Почему вы не идёте дальше? Рыцарь мечей. У вас есть такая задумка? Могу сказать, что есть такая задумка, есть такие мечты, но пока это вот лишь только в планах. Я не вижу, чтобы вы совершали какие-то действия. Что вас сдерживает? Что вас сдерживает? Ещё один рыцарь, да? Рыцарь Пендакли. Вот знаете, ещё раз скажу, терпение, возможно, да, сдерживает вас, какое-то терпение, и мне всё-таки хочется сказать, что какое-то ожидание. Причём это не просто ожидание пассивное, а именно вера в какое-то чудо, да, что оно обязательно произойдёт, что обязательно что-то случится и изменится позиция. Вы не находитесь в пассивности в плане того, что пускай перекладывание ответственности на другого человека, что пускай он решает. Нет. Здесь речь идёт о том, что чудо свершится, я в это верю, то есть всё будет так, как и должно быть, и я буду прикладывать усилия, но вам как будто бы нужна какая-то вот внешняя сила, чтобы что-то сделала. Надежды у вас предостаточно, силы, веры. Вы как будто бы находитесь на низком старте, да, вот именно в ожидании этого старта. Только сейчас здесь одновременно идёт и ожидание этого старта, и вот какая-то пассивность в плане наблюдения, да, то есть вы одновременно и готовы, и наблюдаете. То есть если вы посчитаете нужным из позиции наблюдателя, что действовать не нужно, вы спокойно встанете и уйдёте. То есть здесь вот уже зрелость присутствует. Но почему вы ожидаете каких-то действий, либо какого-то чуда, там, я не знаю, от другого человека, вот мне хочется спросить. Потому что присутствует вот эта, вы знаете, двоякость, двоякость, да, то есть тогда, когда... Вот когда всё хорошо, понимаете, здесь ощущение того, что то, что вы хотите, да, вот по сути, я не знаю, какой-то вот своей надежды, да, которая теплится в вашем сердце. Здесь такое ощущение, что по факту оно вам и не нужно. Там, например, если это отношение личного характера, да, и где-то в душе вы думаете, я не знаю, более серьёзных каких-то стабильных отношений с этим человеком, то это светлый путь, и он вам известен, вам понятен, но где-то внутри самого себя вы как-то саботируете эти, вам это не хочется, да. То есть вот как будто бы вас тянет в эту тёмную сторону, возможно, вот в какую-то драму, да, вот как здесь, вот у Зумичей, что вот были какие-то эмоции, была какая-то включённость, то есть вот эта вот спокойность, понятность, известность, светлая сторона этого аркана, да, она вам уже неинтересна, и поэтому, да, с одной стороны, вы могли бы выйти из этого окна и найти того человека, да, с которым, если опять-таки это про личные взаимоотношения, с которым вам было бы именно так хорошо, как вы хотели бы быть по королеве жезлов, но это неинтересно, это скучно, вы хотите вот эту тёмную сторону, вы хотите вот этих вот эмоций, переживания, где-то страдания, где-то вот опять-таки яркостей каких-то, но наступает момент, когда вы сами себе говорите, это уже было, это уже было в моей жизни, и я не хочу, наверное, я выберу всё-таки светлый путь. Но вы не можете выбрать, потому что вам и то, и другое хочется, вам хотелось бы в идеале в одном человеке найти и ту, и другое, и тёмную, и светлую сторону, поэтому здесь человек, он мается, он мечется, он не знает, что выбрать, что выбрать. Да, в плане развития души мы выбираем благодетели, но мы всё живём в материи, в тёмной материи, нам интересно её поисследовать. То есть светлый путь мы выбираем после смерти, когда и так там всё хорошо и всё идеально. Вот, а здесь всё-таки тянет, тянет вот что-то такое немножечко запретное, потаённое, да, и вот хочется этого, хочется. И из-за этого вы как будто бы не можете определиться. Ну давайте вот ещё две карты посмотрим, пускай скажут. Ну я так, в принципе, и предполагала, что выйдет Верховная Жрица, да. Сейчас, говоря о потаённом, здесь идёт вот какой-то этап в вашей жизни, да, связанный как раз-таки с развитием вашей души. То есть у меня ощущение, что вот на уровне души, на тонком плане, как будто бы ваше Высшее Я что-то вам предготавливает, да. И поэтому вы как будто бы на данный момент не видите развития. Развитие, даже если это, например, партнёрские, либо дружеские какие-то отношения, да, с человеком. Я, может быть, родственные, не знаю. Вы не видите какого-то развития по причине того, что что-то от вас скрыто. Что-то скрыто от вас на данный момент, как будто бы что-то подготавливается, да. И вот в этот момент это когда некое такое ожидание, когда вы идёте, например, там, я не знаю, к врачу, да. Либо когда у жены начались роды, да, и муж находится за пределами, там, операционной, либо, там, в больнице, не знаю, у кого как. И вот он мается, туда-сюда ходит, ждёт ожидания какого-то результата, да. Потому что знаешь, что что-то происходит. Но вот этот вот результат, либо вы ждёте своей очереди, там, не знаю, у врача, да, в коридоре. Вы знаете, что и очередь придёт, да, и вы сможете побеседовать с врачом на вашу тему, интересующую вас. Вот. Но вот это вот ожидание, вот здесь вот примерно происходит то же самое. То есть что-то будет, вы знаете, вы это чувствуете интуитивно, что идёт какое-то развитие. Что придёт время, и эта ситуация разрешится. Причём, знаете, не разрешится так, как она была ранее. Здесь не будет повторности, да, потому что всё-таки колесо фортуны говорит о смене, да, что что-то будет по-другому. Если у вас сейчас всё хорошо, хотя карты этого не показали, да, то, возможно, будет упадок. Если сейчас, наоборот, какое-то вот, какое-то дно, да, надир, то велика вероятность, что колесо фортуны закрутится наверх, да, и начнётся какой-то новый этап. Но я не вижу, чтобы здесь была цикличность. Здесь что-то произойдёт, будет по-другому. Сейчас спроси, что по-другому. Что по-другому. Паш Кубков, какое-то новое начинание, новое начинание в вашем эмоциональном фоне. Ну и Королева Кубков, да, хочется сказать, что всё-таки будут эмоции, будут переживания, если это личные отношения, да, например, с партнёром, то здесь будет любовь. Здесь будет вот как будто бы, знаете, постепенное открытие от Пажа до Королевы Кубков, постепенное открытие чувств, постепенное открытие вот всех этих состояний, да, то есть вы, эти ощущения, как, вы знаете, как вулкан, который кипит-кипит, и вот должно произойти извержение. Вот когда происходит вот это извержение, очень напоминает, как семяизлияние, да, то есть вот этот вот выплеск и полное, полное раскрытие. Наверное, не случайно я говорила и о родах, да, то есть вот этот вот путь, который проходит ребёнок, и конечная точка, да, его непосредственно рождение, когда уже все родовые пути открылись, и ребёнок появляется на свет. Вот здесь что-то такое произойдёт, что именно я не буду сейчас смотреть, да, наверное, это вот, ну, не в эту тему, но вы пока, вы пока находитесь вот на этом этапе, да, когда человек занят какой-то своей жизнью, вы как-то находитесь в себе, в каком-то, знаете, таком состоянии по шестёрке мечей, да, когда, ну, я хочу побыть себе, как минимум, я хочу побыть дома, да, я не хочу вот никуда выходить, никак не контактировать, да, пускай этот человек будет в моей жизни, да, то есть когда, допустим, он напишет, я ему тоже отвечу, ну, вот, либо позвонит, мы с ним поговорим, но самостоятельно, как что-то, создавать какую-то ситуацию, писать, здесь нету вашего, у вас нету этих ресурсов, нету этого даже желания, здесь вот как будто бы чем-то другим занята сейчас ваша душа, да, и человек, возможно, занят своей жизнью, своим делом, работой, да, то есть он тоже чем-то занят, только он занят внешними какими-то факторами, а вы заняты внутренним, да, своим проживанием, своим каким-то состоянием. Вот такой у меня был первый расклад, первая позиция и голубенький камешек. Пишите свои комментарии. А мы переходим к позиции номер два, к красненькому камешку. Так, двоечки, приветствую вас, напоминаю, что на главной странице моего канала, в разделе сообщества, есть пост о рождественской распродаже, кто еще не читал, почитайте. Мне кажется, я не знаю, я предлагаю свои услуги в этом посте за достаточно такие доступные цены. Кому интересно приобретать, возможно, это прекрасный шанс сделать для себя подарок на раздетственские праздники, да, что-то узнать о своей душе, что-то узнать о себе. Так, поток у нас, да, смотрим. О чем нам скажет поток сегодня для двоечек? Паш Пиндакли. Так, у меня тройки в двойки перекатили, да, то есть любимый дьявол троек перешел к двойкам. Что-то здесь идет, либо какое-то предложение, либо речь пойдет о детях, либо о чем-то таком ценном, важном, что вы вот действительно выжилаете, да, то есть здесь вот какая-то страсть приобретения, получения чего-то, что о чем, что вы здесь хотите приобрести. Знаете, здесь как будто бы вы хотите приобрести какую-то возможность, возможность, шанс что-то изменить, да, для кого-то это действительно будет обучение, если кому интересно, вот, но для большинства здесь как будто бы какие-то перемены в своей жизни. Это не просто какое-то такое, знаете, желание, а, хорошо было бы, чтобы что-то в моей жизни изменилось, нет, а здесь вы как будто бы горите этим желанием, да, это вот, я не знаю, иногда мы говорим, что покупки мы делаем на эмоциях, да, а потом, допустим, жалеем. Вот здесь вот примерно что-то такое, что-то такое очень захватывающее, эмоциональное, то, что не отпускает вас. Если это мысль, то вы очень много о ней думаете, прям вот я хочу, я хочу каких-то перемен, да, что-то здесь вы хотите реально изменить в своей жизни. Давайте посмотрим, если вы уж так горите, чем. Переменка Королева Мечей тоже у нас говорит о каких-то изменениях, которым вы готовы, возможно, кто-то здесь куда-то поехать хочет, да, поездку совершить, но вот он, дьявол, и появляется, да, в форме десятки жезлов. Пока не получается, очень трудно. Возможно, есть какие-то преграды, трудности, сложности, которые нужно преодолеть. Есть что-то, что вас сдержит на данный момент, и вы не можете сделать то, чего вы хотите. Что вас здесь сдерживает? Здесь может быть либо принятие вас самого-самой, какого-то решения, да, то есть, либо это зависит исключительно от вас, то есть вам нужно решиться на это, либо здесь сдерживает вас какой-то разговор, либо, наоборот, решение от другого человека. Возможно, здесь нужно что-то предварительно прояснить, получить какую-то информацию, что-то вскрыть. Возможно, был какой-то конфликт, какой-то серьезный такой разговор, очень холодный и болезненный, неприятный. Но действительно есть сдерживающие факторы, которые не дают вам, да, либо войти в какой-то союз, да, ну, может быть, я не знаю, встретиться хотите, все-таки праздники на носу, да, может быть, с кем-то встретиться хотите, и не получается, да. Либо вы находитесь на большом расстоянии друг от друга, и вот, не знаю, в другом городе, что ли, как-то вот не получается, не получается встретиться. Либо здесь нету вот какого-то, знаете, какой-то договоренности, что ли, хочется сказать. То есть вот действительно нету ясности. Как-то не пришли к общему знаменателю, чтобы как-то вот ситуация разрешилась, да, потому что дьявол, он ведь не дает, хочет сказать спокойно жить, он не дает осуществиться легко и просто каким-то желанием, а если и дает, то за это приходит в дальнейшем плата. Но вот здесь вот действительно вся ситуация, она как будто, вы знаете, вот вы одержимы ей. И здесь сразу уже подсказка идет о том, что нужно сглазить, не сглазить, кто-то сглазил, да, кто-то кого-то сглазил, возможно. Нужно сглазить, нужно, знаете, немножечко снять градус важности этой ситуации. Почему? Потому что чем больше вы ей придаете значимость, да, тем больше она вами овладевает, и вы начинаете разочаровываться и как-то вот переживать, расстраиваться из-за того, что не получаете то, что вы хотите. Поэтому первое, что нужно сделать, это снять градус эмоций, эмоции, включенность вот в эту данную ситуацию, да, вот как маленький ребенок. Я хочу здесь и сейчас, да, что-то получить. Вот, но если бы он подумал, что нужно ему действительно вот то, что он хочет или нет, да, если бы у него была вот эта зрелая позиция взрослая, он бы скажет, да, ладно, я и подождать могу. Но вот это вот я хочу, я хочу сейчас. И чем больше мне не дают, тем больше я хочу, да. Здесь вот про это идет речь. То есть вам как будто бы нужно внутри себя найти гармонию, найти вот этот вот баланс успокоения, да, то есть успокоить свои эмоциональные переживания, да, прежде чем увидеть картинку здравым умом и ясностью. Хорошо, для чего нам показали эту ситуацию? Ну, здесь речь идет о королеве Пентакли. Это может быть, я не знаю, ваше взаимодействие с каким-то человеком, да, то есть обязательства, связанные с профессиональной сферой, да, то есть есть какие-то обязательства с, я не знаю, с человеком, может быть, с ситуацией. То есть здесь речь идет о вас, либо здесь речь идет о финансовой какой-то составляющей, либо здесь, например, мать хочет увидеть своего ребенка, да, здесь тоже такое может быть. Показали это, почему? Потому что здесь главная фигура – это вы, если вы женщина. Если вы мужчина, то здесь вот главная фигура какая-то женщина для вас, стабильная, то есть здесь могут быть и вопросы, еще раз скажу, заработка. И почему нам показали это? Ну, потому что здесь вот нужно как-то определиться в какой-то ситуации, да, наш нелюбимый двоечком выбор, да, то есть нужно определиться, сделать анализ ситуации и все-таки определиться, что мне делать дальше, да, кого выбрать и куда пойти, но вот здесь как будто бы ситуация такая, что те преграды, которые есть, да, вот вы их как будто бы не можете избежать. И с другой стороны, и отказаться от вашего желания тоже не хочется. То есть здесь две фигуры, и это не речь о том, что если вы, например, там, мужчину выбираете между двух женщин, или, например, женщину выбираете между двух мужчин, нет, здесь не про это, здесь про то, что с одной стороны это вот ситуация одетой женщины, это как некие какие-то трудности, обязательства, да, то, что вас сковывает, вот, а с другой стороны вот это вот ваше какое-то желание, да, это ваше желание. Этот аркан, он мне чем-то напоминает аркан колесницы, да, где есть две лошади. Одна лошадь говорит о наших добродетелях, белая, а черная говорит о наших желаниях, о наших инстинктах. Вот здесь вот примерно что-то такое. То есть я не знаю, как выбрать, да, то есть как правильно, да, либо так, как хочется. Здесь об этом идет речь. Хорошо, нам это показали. А что вы должны знать в этой ситуации? Что вы должны знать? Девятка жезлов. О чем нам говорит здесь девятка жезлов? Что вы должны все время ориентироваться на, как будто бы на себя, на свое счастье, на свой успех, на свою победу. То есть здесь хочется сказать, чтобы вы не опускали как будто бы руки, и то, что должно произойти, нет, здесь даже не так. Вы должны стремиться к тому, что вы хотите вот к десятке кубков, к этому успеху, да, то есть здесь это как будто бы ваша цель. Вот вы поставили, неважно этот путь будет быстрый, либо далекий, то есть у вас есть какой-то ориентир. Вот ориентируйтесь на это, ориентируйтесь как будто бы здесь на семью. Но семья не в плане ценности для вас, а в плане наполненности, да, вот в плане партнерства, в плане, хочется сказать, какой-то дружбы. Что здесь еще, о чем, на чем вам нужно ориентироваться? Ну, хочется сказать на любовь, на любовь. На любовь, и здесь какую-то роль играет ваше прошлое, что девятка жезлов говорит о том, что я не могу пока двигаться, есть что-то, что сдерживает пока меня, в данном случае какой-то опыт, либо что-то из прошлого, да, и король кубков, он у нас тоже говорит про прошлое, кстати, помимо чувства, эмоций, переживаний, он тоже у нас говорит о прошлом. Что вас в этом прошлом сдерживает? Семерка мечей, да, где-то какие-то самообманы, может быть, здесь еще встают вопросы прошлого опыта, что вы боитесь снова его прожить, да, что есть не хотите себя обманывать, не хотите, чтобы было так, как было в прошлом, да, когда вот вы, возможно, вкладывались по тройке пендакли и не получили того результата, которого ожидали. Причем это не только взаимоотношения, да, но это может быть и профессиональная сфера. То есть вы, одним словом, боитесь обмануться, да, боитесь снова прожить тот прошлый опыт, который у вас был. Давайте посмотрим, так что вам делать, да, вот что вам хочет сказать поток, что вам нужно делать, о чем здесь речь идет. Пока делать ничего не нужно, четверка мечей говорит о том, что нужно как-то отстраниться, да, и заняться собой. Вот не случайно все-таки вот этот вот выбор, да, здесь был между желанием, между добродетелью и нашими инстинктами, да, животными, какими-то нашими желаниями, то есть здесь должен победить какой-то здравый рассудок. Поэтому перемены, да, чтобы пришли вот в вашу жизнь то, что вы хотите. У вас должна быть внутри вас гармония. Вот эту гармонию вы сможете найти только тогда, когда вы будете ориентироваться на себя, на свои собственные желания. Не в плане эгоизма, да, вот инстинктов «я хочу это, и вот мне это сейчас нужно». Нет, здесь нужно действительно эмоции как-то угомонить, да, и посмотреть, а действительно ли вам это нужно, да, то есть стоит ли игра свеч. Вот здесь про это. Поэтому четверка мечей, говорит, отстранитесь и включите больше свою интуицию, включите, я не знаю, какую-то связь с высшими силами, у кого она есть, да, помедитируйте. Поставьте себя на первое место, да, причем себя не в плане эгоизма, а вот именно в плане какой-то наполненности. То есть здесь, возможно, вам нужно будет задать вопросы в плане того, что то, что я хочу получить, да, вот то, на чем вы здесь зациклены по дьяволу, да, тех переменок, которые вы желаете. Задайте себе просто три вопроса, которые говорят о том, что то, что я хочу, это сделает меня счастливее, в первую очередь, сделает ли меня здоровее, то есть буду ли я здоровым. И третий вопрос, буду ли я изобильным, то есть будет ли у меня финансовая составляющая и внутренняя мое богатство. То есть меня эта ситуация обогатит, но причем обогатит не только в плане денег, но может быть каким-то опытом, да, может быть какими-то знаниями. Если вы, например, хотите купить какой-то курс, да, либо поехать куда-то, задайте вопрос, вот эти вот три вопроса. То есть я стану здоровее, да, то есть вот это вот как-то повлияет на мое здоровье, в позитивном ключе. Влияет ли это как-то на мое внутреннее обогащение в плане знаний, в плане возможной информации, да, то есть улучшит ли мою жизнь, да, стану ли я счастливее, эмоциональная, да, вот получу ли я какой-то успех. Если нет, то вы можете спокойно отказываться от своего желания, потому что все, что вы делаете, это должно нас как-то улучшать, да, это должно нас как-то совершенствовать. А у нас совершенствование через что? Через то, что мы становимся здоровее, через то, что мы становимся счастливее, то есть спокойно наш эмоциональный фон, получаем удовлетворение. То, что делает нас богаче, как в финансах, так и в знаниях, возможно, в каком-то опыте. Вот если вы себе отдаете отчет о том, что я сказала, и дадите ответ, то есть, допустим, кто-то может сказать, да, это меня обогатит, да, пускай я получу опыт, может быть и негативный, но это будет опять-таки опыт, и он мне нужен, то окей, смелее двигайтесь вперед. Если вы этого не получаете, то не стоит, не стоит этого делать. Здесь ограничения, в принципе, вас самих. Не случайно ограничения, не случайно. Здесь как будто бы дьявол дает вам возможность подумать и о последствиях. Здесь ощущение того, что речь пойдет о каких-то последствиях. Поэтому то, что вас сейчас останавливает по десятке жезлов, оно не случайно. Подумайте о том, о каких-то вот последствиях, что вас будет ожидать в будущем, после того, как вы это получите. Даже элементарно, если вы хотите пройти какой-то курс, какое-то обучение, кто-то может сказать, ну да, это же меня сделает, я получу какие-то знания, возможно, я на них потом смогу зарабатывать. А последствия, да, то есть в момент, когда вы обучаетесь, будете ли вы там, не знаю, уделять столько времени семье, чем раньше. Может быть, из-за этого курса ваше как-то взаимоотношение в семье изменится. То есть посмотрите сферично, не торопитесь. Четверка мечей говорит о том, что вы пока сейчас, на данный момент, логически придумать какое-то решение не можете. То есть нету сил, нету ресурсов. Поэтому взгляд обращен наверх, к высшим силам. То есть подскажите, дайте какой-то, какой-то знак, какую-то подсказку. Здесь мы тоже видим. То есть невзирая на то, что есть две женщины, человек смотрит наверх. И вот в этом аркане, в данной колоде, суть заключается в том, что я вообще хочу сбежать. Я вообще не хочу делать никакой выбор, ни тот, ни другой. Меня пугают последствия этого выбора. И тот хороший, и другой хороший. Но последствия мне не нравятся. Поэтому я вообще готов куда-то уйти, высвободиться от этой ответственности. То есть какую-то ответственность я не готов принимать на себя. А ведь это не случайно. Вот задайтесь вопросом, почему? Какой ответственности вы избегаете, да, вот эти вот трудности, которые стоят на вашем пути. Ведь они не случайны, ведь они вам что-то показывают. Здесь вопрос как-то вот больше на подумать двоечки. Вот такой у меня был сегодня поток для вас. Пишите свои комментарии. Не забывайте на главной странице моего канала в разделе сообщества рождественская распродажа. Кто не смотрел, заходите. Смотрите, читайте. Отодвинем. Там нет, уже не видно, да? Двоечка. А вот мы отодвинем. Вот так поставим. Так. Позиция номер 3. Зеленый камешек. Троечки. Это двень на нашу баллоню. Очень страшно. И давайте посмотрим на колоде Тару Челного Света, которую я давно не брала в руки. Что нам скажет поток по третьей позиции? Напоминаю, кто не смотрел в разделе сообщества на главной странице моего канала анонс про рождественскую распродажу, пожалуйста, переходите. читайте, приобретайте. Для меня это будет большая-большая радость, потому что все курсы, в принципе, я делаю для вас, хоть и они для кого-то считаются сложными в понимании. Но это, скорее всего, просто никогда не пробовали. на главной странице, где есть раздел плейлистов, выбирайте плейлист «Мои услуги» и там есть открытые уроки из каждого моего курса. Можете пройти, посмотреть не фрагменты какие-то, а целый урок, может быть, полтора часа, может быть, час. посмотреть и определить для себя, подходит ли этот курс или нет. Для вас. Ну, давайте посмотрим. Итак, поток для троечек, о чем у нас здесь пойдет повествование. Четверка жезлов. Да знаете, все хорошо, мне нравится, мне нравится. Только здесь вроде бы четверка жезлов говорит о стабильности, о каком-то расцвете, но мы видим здесь вот эту вот грушу, она как будто бы стоит и смотрит за окном на вот этого, скорее всего, грушевое дерево, которая ветка, которая цветет. То есть, это находится как будто по ту сторону. Однозначно, сейчас зима, поэтому, может быть, вы и ностальгируете как-то о прошлом, да, о каких-то былых успехах, о цветении, может быть, думаете о будущем. То есть, в принципе, я не могу сказать, что здесь вот все так негативно, наоборот, все так достаточно хорошо, но всегда, как бы хорошо у нас не было в жизни, мы всегда хотим чего-то большего, да, чего-то лучшего. Вот здесь об этом пойдет речь. Чего вы тут хотите лучшего? Ну, десятку пендаклей, да, смотрите, дом, уюта, очаг, семью, достаток финансовый, вот какой-то вот комфорт, ну, могу предположить, что сейчас, пока вы этого не видите, причем вы это видите где-то за, вот человек смотрит на внешний мир, там вот где-то мое счастье, там где-то достаток, там где-то изобилие, сейчас пока у меня этого нету, да, но вот есть идея того представления, что я хотела бы иметь. что еще здесь, какой-то шанс, да, ну, тройки, на какой бы колоде я ни смотрела, всегда материальные вопросы встают для вас очень актуально. какой-то шанс, да, какую-то возможность, возможность Луна, которую с одной стороны вы как будто бы боитесь, но с другой стороны к ней стремитесь. Чего вы тут боитесь? Нового начинания, да, я как будто бы хочу, но боюсь ухватиться за новую возможность. для кого-то здесь может быть человек являющийся преградой, да, король жезлов, ну, то есть вы как будто бы живете с оглядкой на этого человека, на его одобрение, на его мнение, вот, а для кого-то возможно боитесь, что вот эти вот большие амбиции, которые у вас стоят по королю жезлов, да, что вы их как будто бы не сможете достигнуть, и император, что вот не получится не только достигнуть, но еще и как-то вот устаканить это, удержать, да, чтобы это было вот в стабильном формате. А почему вы не верите? В чем здесь страхи по Луне? Почему вы не верите? Ну, что здесь будут какие-то разрушения, что для того, чтобы что-то получить, вы четко даете себе отчет в том, что вы хотите получить. Для этого вам нужно будет очиститься, очиститься от чего-то, что-то изменить, в данном случае какие-то свои старые, не знаю, убеждения, да, может быть, взгляды, то есть свое мышление, свой способ мышления. А что именно нужно будет разрушить? Ну, вот тройку кубков, понимаете, либо у вас амбиции, то, что вы ставите высоко и хотите получить, вы понимаете, что нужно будет прикладывать усилия и легко к этому не прийти. Здесь один из вариантов может быть, что нужно разрушить вот эту вот легкость такую, какой-то непосредственность и прийти к большей серьезности, да, вот в деле для того, чтобы получить то, что вы хотите, потому что у вас планка очень высокая, да, ваши желания и амбиции, они такие достаточно значимые, весомые. А для кого-то, может быть, здесь речь идет о том, что нужно разрушить какое-то партнерство, разрушить какую-то дружбу, возможно, разрушить то, что вы, наоборот, слишком серьезно, как-то вот мрачно относитесь к какой-то ситуации, да, через какие-то негативные мысли, вам говорят о том, что нужно очиститься от них и прийти вот как-то к более легкости, да, к большей легкости, к более, проще воспринимать, не знаю, жизнь, здесь как-то вот изменить свое восприятие. То есть, вы смотрите, если вы слишком серьезно относитесь, значит, вам не хватает легкости, если наоборот, вы человек такой достаточно легкий в плане того, что вы, не знаю, как-то вот нету целеустремленности, да, как-то вот, как пчелка по всем цветочкам полетела, полетела, собрала мед, да, и вот как-то полетела к себе домой, да, нету поступательности, нету какой-то последовательности, здесь варианты могут быть и разные. Нету вот гармонии, да, в плане вот именно взаимодействия двойка кубков, в второй позиции тоже двойка выходила, и я сказала, что там тройки пришли в двойки, вот здесь вот продолжение, видимо, кто-то идет из двоек в тройки, нету, нужно, знаете, разрушить все то, что, смотрите, здесь у нас трое человек, а здесь двое, да, то есть нужно прийти к какому-то балансу и взаимодействию, как внутри себя, да, какой-то гармонии, так и с людьми, то есть вкладываться, да, и делать, то, что вы делаете, да, вот не нарушать баланс энергии, брать и отдавать, да, то есть вот вот эти вот две силы противоположные, да, активности и пассивности, брать и отдавать, они должны быть в гармонии как-то сбалансированы, а здесь у нас в тройку идет, то есть у нас очень много такой легкости, да, то есть отсутствие какой-то энергии, но присутствует эта вот пассивность праздника, я ничего не хочу делать, здесь возможно нарушена энергия, плюсовая активность, возможно вам поверить надо, то есть здесь надо что-то изменить ваше мышление, что еще нужно изменить ваше мышление, стать более решительным, стать более решительным, вскрыть здесь тоже какую-то ситуацию, прояснить для себя, возможно какую-то рискную ситуацию, и принять решение уйти, уйти откуда, вот тогда, то есть оттуда, где вам хорошо, то есть смотрите, здесь ощущение того, что с чего вы начали раскладывать, с того, что вы находитесь в четверке жезла, как вот эта грушка, да, она вот вроде бы находится в помещении, ей тепло, хорошо, но она о чем-то там мечтает, но она туда не идет, да, вот о каком-то устаканившегося состояние, она находится там, где комфортно, там, где вот чего-то достигло, ей говорят, что вот вам надо с этого насиженного места уйти, то есть если вы хотите получить то, что вы хотите получить, сидя дома, не получается, вам нужно выйти из-за рамок, вот этого комфорта, уюта из вашего насидевшегося места и двинуться дальше, восьмерка кубков говорит о том, что мы оставляем позади, ну, то, что для нас очень важно, то, что для нас значимо и ценно, наши какие-то достижения, и пойти вот в эту неизвестность вперед, куда вам нужно пойти? Ну, вам нужно идти в новое, в новое преодоление, преодоление каких-то трудностей, сложностей, десятка жезлов, это ведь завершение и одновременно начало чего-то нового, то есть завершить какие-то свои обязательства, возможно, на колесо фортуны, вам нужны перемены, если вы, для вас, вот это вот значимо, то, что вы хотите и важно, да, король жезлов и император, то есть это может быть как человек, может быть какая-то цель, достижение, если вам это важно и значимо, то вы должны изменить что-то в своей жизни, уйти от того, что есть сейчас, в принципе, да, мы часто об этом говорим, то есть мы не можем получать нового какого-то результата при создании либо исполнении этих действий, которые мы делали ранее, то есть причина-средственная связь, да, что ты делаешь, что ты получаешь, если вы получаете долгое время, то, что вы делаете долгое время, значит, для того, чтобы получить что-то новое, вам нужно сделать что-то по-новому, что вам нужно сделать, кресло фортуны вам про это говорит, семерка мечей вам говорит как раз таки о том, что вам нужно пойти новым путем, каким новым путем, семерка мечей это аркан, который очень отзывается у водолеев, да, то есть какие-то новаторские методы, семерка мечей говорит о людях, у которых есть какой-то, знаете, свой взгляд на жизнь, не похожий ни на кого, то есть здесь нужно пойти тем путем, который обычные люди не ходят, то есть совершить какие-то действия, которые, не знаю, здесь не про риск, а здесь вот как-то какие-то инновационные подходы, не знаю, может быть какие-то экологичные, здесь нужна не гибкость, а, например, возможность с кем-то даже поконфликтовать, да, чтобы прояснить ситуацию, и вот она уже решится, то есть казалось бы, нормальный человек в принципе не идет на конфликт, но вот здесь вот что-то такое, то есть вам нужно сделать что-то вон выходящее из того, для того, что вы и ранее не делали, для того, чтобы как-то вот разрушить ту модель, которая у вас была, о чем здесь речь идет, у вас очень огромный потенциал интеллектуальный, семерка мечей говорит о людях очень умных, очень умных, не в плане знаний, а в плане именно мышления, здесь знаете, вот как бизнесмены, то это люди, которые как-то вот рискуют, да, например, когда, ну условно говоря, там доллар обесценивается, да, они идут и скупают, и кажется, блин, ну ты же видишь, да, что там обесценивание идет этой валюты, зачем ты ее покупаешь, либо там, я не знаю, занимаюсь криптовалютой, все продают, а вы покупаете, здесь что-то такое, не в плане противоположности, а в плане, что-то такого необъяснимого, что-то иррационального, что-то, что вас движет, вот у вас есть это, вам нужно слушать себя, по семерке мечей про это, да, аркан справедливости, и тогда вы по справедливости получите, что вы хотите, что еще здесь нужно сделать, ну вот, четверка жезлов и говорит, четверка жезлов, четверка пендакли говорит о том, что вы просто держитесь за то, что вы имеете на данный момент, боитесь экономить, боитесь утратить то, что имеете на данный момент, И вот знаете, неоднократно я смотрю в роликах людей достаточно, давайте скажем так, богатых, которые говорят о том, что на себе никогда, ни при каких условиях не надо экономить. Не только потому, что ты богатый, то есть даже когда есть вот эти вот спады, в любом случае на себе не экономим, потому что вы должны ощущать свою ценность, свою значимость. Если вы экономите, вы себя обесцените, экономия это обесценивание самого себя, то есть если вы привыкли там, я не знаю, ходить в театр, ходить в кино, раз в неделю питаться в ресторане, и у вас финансовые трудности, это не говорит о том, что вы должны это урезать, оно должно быть, потому что вас что-то должно наполнять, у вас не должна падать самооценка, вы должны, да, вы должны верить в себя. Вот двойка жезлов как раз говорит о том, что вам сложно принять какое-то решение. Почему? Потому что не на то ориентируйтесь, не на те ценности, что я имею в виду, то есть не то чтобы ориентируйтесь, не опирайтесь, то есть вы как будто бы опираетесь, там я не знаю, надо купить какое-то платье, да. Ну пойду куплю, то есть ну что-то такое. Зачем? Купите дорогое, пускай оно будет на последние деньги, но вы получите от этого удовольствие, вы не знаете, как развернется в дальнейшем жизнь. Опять-таки, внимание, то, что я говорю, да, вы должны ощутить это внутри себя. Если есть отклик, окей, делайте, если нет, нет, я не говорю о том, что надо вот прям последнее вот все отдавать. Здесь вопрос не в том, чтобы это последнее или нет, а в состоянии. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, здесь речь идет о состоянии, то есть не надо себя как-то, вот когда мы экономим, мы зажимаем себя, вам не надо зажимать. Наоборот, надо раскрывать, потому что двойка жезлов говорит о том, что у вас вот здесь вот море, да, а горизонты открыты, они бесконечные эти горизонты. И согласно физике, последним научным открытиям говорится о том, что все, что находится за горизонтом, мы это не видим. То есть есть определенное расстояние, после которого мы дальше не видим, что происходит. И нам кажется, что дальше идет пустота. Точно так же есть определенное расстояние, когда очень близко что-то конкретное, мы этого не видим. Мы не замечаем наше зрение, оно несовершенно. То есть наши органы восприятия, они несовершенны. Поэтому здесь вроде бы открывается горизонт, да, но мы не видим, что за этим горизонтом. А за этим горизонтом находится бесконечность. Вот здесь примерно то же самое. И вот вы из этой бесконечности не знаете, что выбрать, потому что я не хочу как-то продешевить. А здесь не получится. Здесь вам нужно будет сделать в любом случае какой-то выбор, а потом, если что, в процессе изменить. У людей есть такое ошибочное восприятие, что если я сделал выбор, я должен идти как-то вот до конца по этому выбранному пути. Кто такое сказал? А если вы сделали выборы и в процессе вы понимаете, что не приведет вас ни к какому результату, в любой момент можете это изменить. Нету такого, что вот выбрал, и надо вот до конца идти по этому пути. Выбрал этот там, я не знаю, университет. И вот надо его закончить прям. Нет. Поучились, посмотрели в него, что поменяли. Не надо себя ограничивать вот в каком-то одном конкретном выборе. Хотя бывают такие ситуации, что вот выбрал там, я не знаю, какую-то цель. И пока ты до нее не дойдешь, да, ты лошадей на переправе не меняешь. Но вы внутри себя должны ощущать, что это. Совет вам. Аркан сюда. Вот положу как раз таки рядом с башней, да. То есть здесь должно произойти перерождение. Перерождение, оно происходит только тогда, когда мы полностью отказываемся от того, что было у нас в прошлом. Да, то есть вот эта вот реинкарнация чего происходит? Когда умирает наше эго, то есть умирает наше тело, наше восприятие этого мира. И остается наша суть, то есть наша душа. Вот здесь примерно то же самое. У вас должна остаться суть, все остальное должно отмереть. Вы должны завершить этот цикл, если вы хотите пойти туда, куда вы хотите пойти. Внимание, вам не надо опускать планку. Вам надо найти новый способ достичь того, что вы желаете. И еще, да, вот двигаться, рыцарь жезлов. Двигаться вперед в надежде, в позитиве, что все получится. Сделайте глубокую переоценку своих ценностей, введения взглядов на жизнь по Аркану Судум. Очиститесь от лишних, от того, что вас ограничивает, от того, что вам мешает. Пересмотрите свои убеждения. И это не общие какие-то слова. Вы конкретно можете взять бумажку, ручку и написать, что я думаю там по поводу финансов. И писать все свои убеждения. Что деньги это, и дальше писать, что это такое. Да, либо свои убеждения по поводу какой-то конкретной цели. Я не верю, что я ее достигну. Эта цель там еще что-то. Либо наоборот позитивно. Вот что вам в голову приходит. Вы пишите свои мысли, и вы увидите, какие мысли вам не дают. Если вы видите изначально, что там, я не знаю, вы пишите, я не достигну этой цели, то вы в это верите. Вы же это не случайно пишите. Эти мысли роются в вашей голове. Пока вы их не осознаете, пока вы на них не обратите внимания, не измените, вы не получите то, что вы хотите. Почему? Потому что неосознанно вы реализуете те мысли, которые роются в вашей голове. А если вы хотите жить и получить то, что вы хотите, ваши мысли должны быть осознанными. То есть вы должны понимать, что я думаю об этом. Вот как-то так. Такая у меня была для вас третья позиция. Еще раз напоминаю о том, что заходите на главную страницу моего канала в раздел сообщества, читаете последний пост о распродажах. Кому интересно, пишите мне на почту. С огромным удовольствием предоставлю вам доступ к курсам, которые вы выберете. А я с вами прощаюсь. Пожелаю вам всем отличной недели, прекрасного настроения, всего самого лучшего. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok